Всем привет! Сегодня видео тестирование, как вы понимаете. Я приобрела себе консилер. Очень много было об этом консилере наслышано. Люди от него без ума. Но мне захотелось его попробовать не поэтому, а потому что его текстуру описывали очень безумной. Так как мой любимый консилер от Maybelline подходит к концу, мне нужно что-то новое. На лето хочется что-то легкое, подходящее по моему оттенку кожи. Better Skin, он, конечно, сливается немного с моей кожей, но все равно розоватый оттенок присутствует. С того момента, как я стала пользоваться консилерами, прошло очень много времени. И, конечно же, я очень много всего попробовала. Не так много, наверное, как визажисты, но в целом много. У меня были консилеры и от Ariflame, и от Avon, и Maybelline, и L'Oreal, и Essence, и Catrice. Поэтому мне есть с чем сравнить. На данный момент консилеры, которым я отдаю предпочтение, это как раз-таки Maybelline Better Skin. И Ariflame это серия Art Studio, по-моему, или Studio Art. От этой серии уже давным-давно нет, но эти консилеры еще можно найти именно на точках, где стоят просто распространители. Better Skin более перекрывает область под глазами, но при этом его совсем чуть-чуть заметно на коже. Studio Artist от Ariflame, он очень легкий, очень невесомый. Его перекрывающая способность не конкурент перекрывающей способности Maybelline. И он немного светловат. Когда наносишь просто один консилер и ничего больше на лицо, кажется, что эта область светлее, чем вся остальная кожа. Как бы там не преломлялся свет, все равно это заметно. Поэтому я искала такой консилер, который подходил бы мне по оттенку, имел какие-нибудь частички, которые преломляли бы свет. Мне очень нужна была такая легкая, невесомая текстура, чтобы не казалось, что я наложила кучу грима. Как это, допустим, происходит с консилерами Catrice, это вообще просто замазки. И я понимаю, что консилер и корректор это две разные вещи. Кто не знает, может быть, консилер это та вещь, которую наносят под глаза. Зачастую должен идти с ухаживающими компонентами. Корректор же, в свою очередь, имеет какие-то компоненты, которые подсушивают несовершенство кожи. Корректоры как раз-таки мы наносим на прыщи, на какие-то недостатки, ранки, которые нам нужно скрыть и быстро замазать. Справила ликбез. Очень внушительное вступление, но вот он мой герой. Я даже не думала, что приобрету когда-нибудь что-нибудь от NYX, но кто, может быть, не смотрел мой влог и посмотрит это видео, в городе Воронеже, в новой части галереи Чижова, на первом этаже, открылся официальный магазин NYX. Теперь не нужно искать какие-то точки, где какие-то крохи продают именно из их косметики. В этом магазине полный спектр всяких оттенков, помад, консилеров, корректоров, всего, чего только можно. Я там чуть не потратила все деньги, которые у меня были, но вовремя сдержалась. И решила остановить свой выбор на нужной вещи. Это консилер, который мы сейчас с вами будем пробовать. Тюбик обычный, с носиком, без аппликатора. И что меня поразило, то что в самом магазине из тестеров очень тяжело было выдавливать это средство. Средство довольно-таки плотное, не очень жидкое и не имеющее никакого особо запаха. Я его разогреваю в пальчиках. Кстати, такое ощущение, как будто у него масляная текстура. Он очень такой тающий, что ли. Реально, как будто здесь присутствует масло. И наносим. Вы видите разницу? Я просто в восторге. Этот оттенок, кстати, у меня 02,5 Natural. Я вообще в шоке. На 100% не перекрывает, но у него такой влажный эффект. И за счет этого создается такое вот отражение. Не видно впадинки, как вы можете заметить. И не видно синяка, как здесь. Шикарно. Мне вот этого уже достаточно. Я могу нанести на второй глаз сейчас консилер и так пойти на улицу. В зеркало вблизи я вижу, что не до конца он перекрыл мои синяки. Как вы видите, эту впадину он не перекрыл. Но мне кажется, он и не перекроет ее. До конца все-таки не перекрывает он мои синяки. Но очень даже выравнивает тон. Легкая текстура и она пластичная. Вот о чем я говорила в ролике про тестирование тонального средства от Catrice. Что с возрастом хочется иметь такую пластичную текстуру. Может быть даже немножко маслянистую. Может быть с ухаживающими свойствами. Попробую сейчас нанести второй слой. Не думаю, что что-то существенно изменилось. Но мне уже этого достаточно. Я на лето не очень хочу выглядеть маской-маской. Пирогом-пирогом таким. Даже со второго слоя он незаметен на коже. Это средство идет с чем-то таким ухаживающим. И оно немножко такое липковатое. Можно варьировать и накладывать его вторым слоем. Может быть даже третьим. Можно вообще тонким слоем. Если у вас вообще минимальные круги под глазами. Это какое-то супер прям средство. 8 мл. Кстати, здесь нежный. Очень нежный. Не высушивающий жутко. Не замазывающий жутко. И мне это очень нравится. NYX Gocha Covered Coverage Total. Попробую сегодня, как он будет носиться. Но мне уже нравится этот консилер. Уже хочется поставить ему пятерку. Он очень легкий. Очень невесомый. В общем, ладно, я вернусь попозже. Я вернулась. Никуда консилер особо-то не испарился. Я его минимально нанесла. Минимально он и остался на лице. По поводу складочек. Да, в складочке он забивается. Но этого незаметно. Если взять во внимание все эти консилеры, которые у меня уже были. То все они забиваются в складки так, что эти складки заметны. И всегда приходится вот такими движениями расправлять консилер. С NYX у меня такого желания в течение сегодняшнего всего дня не возникало. И еще, что немаловажно, что этот консилер не замечают другие люди. И это победа. Это просто вот... Так что, если вы искали так же, как и я, легкий консилер и такой, который будет у вас, как вторая кожа, советую. Я надеюсь, вам понравилось мое тестирование, мой обзор. И если вы уже пробовали что-то такое, то напишите свой отзыв обязательно, как вам. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих роликах. И пока-пока. Так как мой любимый консилер от...